Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский, и в кой-то веке мне наконец-то обломилась бетка Овервотча. Blizzard мне её выдавать не хотел, ни в какую, я ей на почту писал и подавал заявку на участие в бете. Но, очевидно, для этого нужно участвовать во всех проектах Blizzard, а я не перевариваю просто World of Warcraft, поэтому хрен мне, а не бетка. И это при том, что я в Hearthstone задонатил две среднемесячных зарплаты какому-нибудь менеджеру. Ну да ладно, я наконец-то поиграл и хочу сказать вам, ребята, я в восторге. Я понимаю, что мне доверия никакого, я нахваливал Heroes of the Storm, которая со временем даже мне надоела из-за казуальности, но Овервотч это что-то с чем-то. Я никогда не был большим фанатом Team Fortress, хотя меня постоянно зазывали Стрегуль, Фанвизин, ну я так играл какое-то время по приколу с ними, но меня вот эта механика не зацепила. Тогда как Овервотч вроде как и предлагает все то же самое, но при этом все настолько доведено до ума и разнообразно, что становится интересно играть. Несмотря на то, что играет простой онлайновый шутер, изначально она задумывалась как MMORPG. Не помню название, что-то там с титанами связанное. И в итоге был переделан в шутер. И от этого MMORPG осталось очень много интересных элементов. То есть саппорты, танки, вот это вот именно разделение ролей. Но я понимаю, что это было и в Team Fortress по сути. Но здесь все доведено до совершенства и очень сильно рассчитано на казуалов. Вы знаете, насколько я хреновый игрок и хреновый шутер. А я первые, по-моему, 6 или 7 игр вообще без единого поражения провел. Только нагибал и нагибал. Очень доступно. Очень много объяснений. То есть туториал вообще, как мне кажется, для умственно отсталых, либо для людей, которые подключены к системе искусственного жизнеобеспечения. Настолько все примитивно рассказано. И подсказки продолжают следовать за игроком на всех этапах игры. То есть даже когда собираешь команду, появляются подсказки, которых так не хватает в доте. Типа, вам нужен танк, вам нужен саппорт. Но все это на самом деле большой роли не играет, потому что героев можно менять во время игры. Вот это, пожалуй, мне больше всего не понравилось, потому что это, в принципе, убивает понятие пика и контр-пика. То есть понятно, что Blizzard утверждает, что не убивает, а наоборот выводит на новый уровень. То есть как бы в динамичном режиме, в зависимости от какой-то надобности, какая роль требуется команде, люди начинают менять героев, а команда противника в виде этого берет контр-героев, и так все это должно как бы чередоваться и быть очень интересным. Но на деле превращается просто в ебаную мешанину какую-то. Все пикают, кого попало, повсюду бегают. И невозможно придрочиться к противнику. То есть никогда не знаешь, ну если постоянно только не смотреть на тап, какие герои против тебя играют, потому что они могут измениться в любую минуту. И поскольку я пока еще не привык, у меня постоянно какая-то херня происходит. Типа бегает один герой, я начинаю в него стрелять, а оказывается, что это хуесос с двумя мечами, который пуля отражает, и я умираю из-за этого. В общем, постоянно что-то происходит, и постоянно все меняется. Игра крайне динамичная, и ни на секунду не успевает надоесть. Я не знаю, будут ли еще режимы игры, потому что пока только один, как я понял, все это передвижение. Ну или я просто мало поиграл, может потом какие-то появятся. Ну хрен знает, вот этот вот режим с обороной транспорта, он веселый, но хочется надеяться, что будет что-то еще, или может уже что-то есть еще. Поправьте меня просто, я же, знаете, рак, могу потеряться в главной менюшке. То есть именно из-за большого количества ролей, персонажей, игра становится непредсказуемой. Столько всяких способностей, столько вот просто играешь, перекликиваешь, и у каждого героя есть какая-то невъебенная дичь, которой нужно быть готовым. Но самая классика, это, конечно, постоянно попадается дракон, который пролетает и убивает всех, кого он коснулся. Он такой огромный, китайский. Дракон вас успеет просто заебать, если вы поиграете в Overwatch. Но это, конечно, вопрос баланса. И Blizzard никогда не были такими-то особо дисбалансовыми разработчиками. Ну, я понимаю, что кто-то сейчас начнет кукарекать про скритодинов и гримпатронов, но хочется верить в то, что не будет бесполезных героев, не будет такого универсального пика, потому что тогда это полностью испортит игру. Хочется надеяться именно на то, что всегда будет вот эта вот динамичность, и всегда в каждом матче мы будем видеть полный какой-то набор героев, неожиданный, непредсказуемый. О чем еще хотелось бы поговорить? Графоуни нормальный, но, как обычно, ничего такого фантастического. Я просто удивлен, потому что, ну, неужели мы в ближайшие 2-3 года не увидим графоуни прорыва? По-прежнему все приятно для глаза, но при этом как-то отдает, я не знаю, лично мне напоминает первый Unreal, наверное, или второй по уровню детализации. Ну, не знаю, возможно, я просто привередничаю. Игра с лихвой окупает это геймплеем, поэтому я бы настоятельно порекомендовал вам, когда она выйдет ее взять, или попробовать заполучить бетку, как заполучил я. Я не уверен, что она будет радовать нас долгие годы. То есть, вот, ну, я так думал про Heroes of the Storm, а в итоге, сами понимаете, что Heroes of the Storm не полноценная замена доте. Но вот сегмент таких многопользовательских шутеров а-ля Team Fortress, как мне кажется сейчас, это непаханное поле, потому что, ну, если сравнивать со всякими там Left 4 Dead'ами и другими шутерами, тут все-таки есть значительное различие, именно вот эти вот роли, поддержка. Ну, я начинаю повторяться. Короче, друзья мои, игра явно стоит того, чтобы провести в ней хотя бы недельку, пока она выглядит просто безбожно завораживающей и стоящей своих денег. А вот сумеет ли она привлекать интерес пользователей после, не знаю, полугода, после того, как выйдет, или года, это уже зависит от Blizzard. Хочется надеяться, что они не будут просто допихивать кейсы в игру, потому что, да, да, в Overwatch есть кейсы, как и в CSGO, из которых выпадают скины и фразы. То есть, тут настолько все диковато, что ты еще должен заполучать фразы для своего игрока, не какое-нибудь там оружие или анимацию скиллов, а именно фразы. Ну и, конечно же, скины тоже есть. Для тех, кто будет готов выстегивать тысячи, десятки тысяч рублей за то, чтобы быть самым красивым, в Blizzard всегда найдется какой-нибудь вариантик. Так, надеемся на то, что будет добавлять героев, что будут следить за балансом. И я лично хотел проверить ваш интерес. То есть, было бы ли вам интересно, если бы я придрочился на стримах, возможно, за каждого из героев Overwatch'а и по каждому записал видосик. То есть, не знаю, насколько популярной будет эта игра сейчас и после релиза особенно, но мне бы хотелось что-то такое сделать. Тем более, ну, игра козуальная, поэтому у меня есть шансы, чтобы вы понимали. То есть, вот когда я играю в мультиплеер, в батле, в колде, в CS GO, у меня никаких шансов. Там все слишком нужно уметь целиться, рассчитывать отдачу. А здесь все достаточно аркадно. И даже если ты не умеешь метко стрелять, существуют герои, которыми ты вполне сможешь приносить пользу команде и даже набирать больший счет, получать больше пальцев вверх по результатам игры. В общем, все неоднозначно, но я очень-очень жду, что из этого получится. Может быть, наконец-то появится шутер и для меня. А вы, друзья мои, пишите в комментариях, что думаете по поводу Overwatch'а. Будете ли играть? Стоит ли мне пилить видосики по этой игре? Может быть, не забывайте ставить лайки. Обязательно делиться роликом в социальных сетях.